Итак, мы готовы с вами поделиться свежими новостями из шоу-бизнеса. Например, первая новость про стилиста Александра Рогова. Он стал новым ведущим модного приговора. Если вы следите за этой программой не первый год, то знайте. Ведущего выбрали при помощи голосования. 45% набрал он зрителей, какие симпатии. Это большой процент на самом деле. И сказал, что для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего модного приговора видеть именно меня, Александра Рогова, простого парня. Из поселка Рассвет Тульской области. И я вас точно не подведу. Кажется, поздравить его решила даже природа. Потому что на съемках авторской программы в Мурманске стилисту повезло увидеть северное сияние. Ну, мы поживем и увидим. И узнаем, какой он, этот новый ведущий, в такой новой роли. Но и, конечно же, хочется узнать, дорогие зрители, вопрос. Что же, знаешь, это традиционно у нас здесь лежит... ...в ящике звездном. И пока предлагаем вам, дорогие зрители, отгадать, что же здесь находится. Мы даем подсказку, что это аксессуар, который очень любил носить бывший ведущий модного приговора. Вот эта подсказка, по-моему, в принципе, не нужна, потому что говорит человек про аксессуары. Можно просто начать перечислять, и кто первый угадает, тот и... Такого небольшого размера должен быть аксессуар. Ну, да, туда можно, в принципе, штаны свернуть, положить, сама знаешь, как бы при желании. Можно что угодно туда спрятать. Но, в общем, там аксессуар. Подсказку мы вам дали, а пока что расскажем еще одну звездную новость. Ты уже к лету готов? Да. Точно так же, как Бьянка? Да, как Бьянка. Она, кстати, похвасталась стройной фигурой, похудела на 30 килограмм за год. Девушка призналась, что сильно поправилась из-за гормонального сбоя, но обещала привести себя в форму. И вот, продемонстрировала результат своих усилий. Люблю себя, написала Татьяна. Это, кстати, настоящее имя певицы. Ты знала? Нет, не знала. Вот Бьянку зовут Татьяна. И она написала «Люблю себя» под пляжными фото с отдыха в Таиланде. Друзья, как вам такое преображение? Ну, молодец, потому что я думаю, что каждая девушка немножко расстраивается, когда появляется вес, и это не твое желание лишней. Например, гардероб весь менять, ты никуда не влезаешь. А вот что она вернулась, это усердие, я думаю, что правильное питание. Здорово, что ей удалось с точки зрения здоровья восстановить и вес в том числе. Кстати, недавно, если вы не знали и не следите, то мы расскажем, прошла 43-я премия, ежегодная премия «Золотая малина». Она вручается тем, кто не очень хорошо вел, по мнению общественности, в этом году. Худшим актером, худшим режиссером, худшим сценаристом. И, конечно же, не обошлось без худшего фильма года, на который, к слову, претендует несколько фильмов. Это «Боевик. Неудержимый 4», киномиксы «Шазам. Ярость богов» и «Человек-муравей. Оса квантомания». Звучит это, если честно, уже я бы просто за название дала «Малину», потому что это очень странно. Итак, на премию «Худший актер» номинирован Джон Войт, Вин Дизель, Рассел Кроу и Джейсон Стэкхэм, а также Крис Эванс. А худшую актрису могут выбрать среди Анны Дель Армаз, Дженнифер Лопес, Хелен Мирер и также Меган Фокс или Сайм Мехалек. Что бы странновато, на самом деле. Вы знали, что победители получают статуэтку? И она тоже очень интересно выглядит. Она в виде малины, лежащей на небольшом подиуме. Сделана награда из пластмассы, покрытой золотой краской. Стоимость такой статуэтки составляет скромные 4 с небольшим доллара. Ну, если честно, то я вот, когда эту новость узнала, я подумала, как бы вот я отреагировала на то, что мне бы дали за худшую, например, роль какую-то или худшую работу. Мне кажется, что надо с достоинством принимать вот такие вот... Ну, не признали. Ничего страшного. Но есть пример Сандры Балак, которая получила малину и через полгода получила Оскар. Так что не отчаивайте. Даже если вас не оценили в этом году, возможно, получится в другом. Все получится. Просто, может, кто-то чего-то немножечко не понял изначально. Да, напомню, вернемся. У нас есть здесь звездная коробочка, в которой лежит звездный какой-то предмет. А именно, подсказочка уже была у нас... Это был аксессуар. Да, это аксессуар, который любил надевать бывший ведущий программы «Модный приговор». И у нас есть победитель. Первым правильно его дал Дмитрий Кучер. Здесь действительно лежит бабочка. Но это, я думаю, был простой вопрос. Тебе идет. Может быть, и я следующий ведущий «Модного приговора». Кто знает, бабочка у меня уже есть. Поздравляем вас. Ваш приз. Два билета на любой сеанс в кинотеатр «Континент Синема». Вы большой молодец. Одним из первых дали правильный ответ. Продолжение следует...